Всем доброго времени суток. Приветствую вас на канале Разносторонние Интересы. Сегодня у нас на улице солнечно и тепло. Решили поработать немного под навесом. Навес у нас такой вот открытый. Так что в мороз не особо охота работать было. Что я делал? Варю такие вот ступеньки. Получаются три секции. Здесь у нас между ими будет ложиться доска. Так вот. Здесь тоже будет стоять доска, чтобы закрывать это пространство. Сразу сюда поставлю доску, а потом между зашиву, сбоку дырок насверлю и прикручу доски. Всё это будет дело у нас. Вверх крепится на пороге к верхней балке, на которой на стиле лежит пол. Сюда буду сверлить дырки анкера, укручивать. А нижнюю часть у меня лежит возле порога со старого бетонные плиты, довольно-таки массивные снизу. То подберу по высоте нормально и привару небольшие стоечки и анкерами прикручу к плитам бетонным. И всё это дело будет так, думаю, нормально выглядеть, когда зашиваться доской ещё. Чего-то начал с этих ступенек. Варю я ступеньки, где тут под навесом. И решил я заодно немного заняться моим колодным ульем. Этот колодный улья уже два года стоял. Усыхался вон. Клёпки тут вот по 9 сантиметров. С этой стороны по 7 толщины. Высота его, это гаулия, получается, сейчас замеряем, кажется, метр, если помню. Да, высота метр этого гаулия колодного. Внутри получается 45, если так, брат, даже 47. Можно сказать, средний 45, ещё он ложмется немного. Нижнюю часть я уже сделал. Пришлось, так как он усохся, немного вырезать. С этой вот стяжки вырезать часть и сварить вместо... Вот сварка. Я вырезал сантиметров 5-6 и сварил. В процессе ужимки этого улья будем вот изумать. Такими болтами. Болты длинные. И так вот в процессе буду жать, жать, жать. И одновременно стукивать по кругу. Чтоб он по рельефу ложился, этот металлический листик, пластина. И когда уже довольно так хорошо ужимается, здесь вот на выпуклой части клёпок надо самое хорошо так отбивать сильно, чтоб оно как бы урезалось внутрь. И вот когда уже тут натянется хорошо, мы это дело прорываем и болт уберём. Я сейчас покажу, как я снизу сделал. Вот такой вот кусочек я вырезал с этой стяжки. Снизу получается у нас немного я сплоховала, то некрасиво так вышло, конечно. Дело в том, что вот наверху у нас получается лента идёт, это проваренный уголок в уголке отверстия. И здесь проварен уголок в уголке отверстия. И вот здесь я оставил такую часть, где-то получается раз, два, три, сантиметров пять, около шести. И когда вот этот замок вот сомкнётся, насколько позволит, думаю, эти клёпки всё возьмутся так хорошо. Вот здесь вот зазоры около сантиметра. То, что они сжал, так вверх разошлось. Ну это наоборот низ, а то вверх. Та переверну уже, поставлю туда вверх-вниз, внизу вверх, чтоб вверх этой, внизу стянуть. И получается, что здесь у нас, когда стянется, эта вот часть сойдётся, и вот этот уголок зайдёт сюда, вот на пластину эту, выступая. И уже когда хорошо сожму всё дело, я привару эту вот часть к этой и уберу болт отсюда. Думаю, уже усыхаться больше не будут, эти клёпки. Ну если и будут, то придётся другую делать, такую самую стёжку и ставить уже мастер. Это уже с пчелами особо не настукаешь. Так что, сейчас сделаем, будет так будет. И вот такая ошибочка была, что в нижней части я не сделал вот эту вот пластинку-запасик. Получилось, что когда сходилась, уголками урезалась саму колоду в эту укрёпку. Ну, плохо, конечно, было. Я подложил под низ пластину металлическую, правда тонковатую немного. Такая вот, наверное, 1,2-1,5 мм. Подложил, и когда хорошо сжал вот эту вот часть, тут вот снизу. И сжал, я эту пластину, что подложил под низ, между болтом, между этими уголками. Я потом, когда уже хорошо сжал, здесь вот отбил, видно, сжатая древесина урезана так. Я здесь провалил эту пластинку, и оно скрепилось. Потом выкрутил болт уже, и эту часть от уголка немного сваркой так подогрел. Конечно, коралла вышла, но подогрел я сваркой, попытался загнуть, но уголок особо не гнётся. Короче, я тут немного так вагнул его, сколько можно было. Здесь немного бы подломалось на этом. Ну, в итоге эти части сошлись. И я их обварил. Здесь обварил, с той стороны обварил, когда вверх стояла эта пластина, обварил и там. Потом перевернул, тут обварил и вот. И туда внутрь все. Везде, чтобы скрепилось. Как видите, довольно так. Неплохо эта пластина держится. Это она есть здесь, что варил, да, немного угорелась. Видно, подгорела немного. А так вот все. Видно у нас вот. Здесь хорошо так это урезалось. Сделала, будет держаться. Думаю, за два года она уже подсохла, наша колода. И больше не буду особо усыхаться. Так что вот сожму. И все это дело уже можно будет обрабатывать. Хочу я взять и дальше вот чистить. Здесь сейчас, чтобы чистая была такая. У нас все-таки взять газовую горелку от баллона до опалить. Чтобы была дровесина палена. А ну, обгорится это все. Некрасивое такое. Ну, я на сучках зачищу, чтобы ровные были. Все это дело обгорит. И потом припитаем маслом с воском. Химией не буду. Красить тоже не буду. Думаю, обгорелая дровесина будет нормально смотреться. Объем тут неплохи. В этой колоде получился. Около 50 сантиметров. 45-47. Так вот. Диаметр и высота метр. Хотел я горизонтально сразу ее положить. Но все-таки, думаю, буду вертикально. Чтоб потом можно было положить сюда решетку разделительную. Чтобы матка не проходила. И такие склепок поделаю надставочки сюда небольшие. Под сотовый мед. Без башни. А снизу будет рабочая зона пчел. Там гнездо. Расплод будет расти. Конечно, гвозди. Некрасиво внутри так смотрятся. Без гвоздя никуда было. Сейчас все это вот дело я хорошенько уважму. Одной рукой неудобно. Ужимать болт. Немного пошел вот изгибаться. То здесь не надо держать. Не прокручиваться. Все это дело я хорошенько обожму. Надо смотреть, чтобы вот этот сейчас заскочил на эту наверх. И потом уже, когда у вас жмется хорошо все по кругу, я тут обворю. Потом уже эту колоду мы поверху обпалим. Думаю, внутри обпалю, чтобы микробов убить разного вида дровесину. Да и думаю, обпалим, и будет лучше для пчел. Все-таки покрепче будет, когда верхний слой немного прогреется. Проверять тут пчел не знаю, как буду, но буду мушиться. В этом году, я думаю, ее заселить. Даже, может, не знаю, своих посадить пчел, враилевых, или лучше бакфаста, чем работали, да и все. Ну, наверное, своих посажу. Лучше местных. Каких-нибудь злых посажу. В общем, особо лазить не буду. А там уже снизу сделаю так, чтобы дно отнималось. Снималось дно. И эту колоду поставим на подставку хотя бы метр в высоту. Чтобы было можно открывать снизу дно. И вырезать соты там, что будут вниз идти. Пчелам буду оставлять, думаю, так. Около 50 сантиметров, а что внизу уже буду буду не забрызать. А в это я колодец сделал уже и литок. Сейчас покажу где-то он. Тут под навесом темновато, конечно. А, это же я перевернул. Так он где-то будет с той стороны, снизу. Получается. О, сделаю литки один повыше, сантиметров 25 от верха. А эти вот около 30. И идут так под наклоном. Это у меня вверх и вниз сейчас колода стоит. То они так вот идут под наклоном. Получается туда под наклоном, чтобы влага не затекала. И нормально было всё. Ну, сейчас буду я всё это дело ужимать и отбивать. Думаю, вы поймёте и без съёмки это дело. Потому что здесь одно, что шумно, а другое. У меня фотоаппарат, когда дёргаешь и достучишь, что неизбежно, а держу его в руках. Отключается с режима видеосъёмки. Панорамный обзор. И ролик прорывается. Так как монтировать получается долго. Наверное, часов по пять он пока там перегрузится. Формат обрежа автоматом всё. Да, я думаю, лучше одним кадром всё снять. Это дело я вот сейчас, как я говорю, хорошенько возьму. По кругу оббиваешь, ходишь так вот, оббиваешь. Всё это дело, чтобы тут срезалось на выступах горбыля. А здесь немного ровнее было, и не выступало между так вот. Всё это дело обобью. И когда уже здесь всё вожмётся, побачу, когда будет хорошая натяжка, и если ищи расстояние позволить, то уже тогда завару. Ну а если дожму до конца самого, да не сойдётся плотно в натяжке, то придётся опять мне разрезать это дело и опять варить. Но это недолго занимает время. Дольше времени занимает всё это дело подогнать и оббить. И когда уже это я вот в стяжке поставлю, уже будя колода, можно сказать, в рабочем состоянии, останется нам только там сделать крестовины. И думаю сделать вот пару рамок в центре гнезда. Я эти поставлю в центре гнезда поставлю, чтобы рамки были, но без вошчины. И думаю, и проволоки не буду ставить, какие-нибудь палочки на рамку. И изначально, чтобы потом обновлять гнездо само можно было. Но рамки будут такие, чисто символические. Даже не стандартные, скорее всего, что, а сделаю сюда специальные рамки. Размеры подберу. И чтобы потом уже там года два-три поседят пчёлы надо. Будя гнездо всё-таки обновлять, если, конечно, не пропадут. То вот это гнездо обновлю, и будет уже удобнее работать. Ну, колодный улей, в принципе, не для того делаться, чтобы рамками пользоваться. Но придётся всё-таки. Ну, вошчину сюда ставить не буду. Будет чисто для сотового мёда. Ну, и для интереса. Интересно всё-таки подержать колодный. Объём тут больший по сравнению с ульем. Получается метр высота и 47. И 47 диаметр. 47, вот 47 видно. Так что, в этом году, думаю, я эту колоду запусту всё-таки. Сейчас вот обожму, обворот всё это дело. Там пожистится, пропалится, покрасится воском с маслом. И в этом году самый первый рой мы сюда будем заселять. Так что, смотрите, продолжение. Будем у нас эта колода в этом году заселяться. Колоду удобно будет заселять. Вот, сверху открыл, сыпанул их туда и закрыл ещё. И будет эта колодка уже работать. Ладно, дальше буду делать это дело, а не буду снимать. Почему я вам рассказал. Да и шумно будет. Ну, думаю, все поняли, что надо хорошо отбить, чтобы потом натягни, потерявши, и она не рассыпалась. Здесь щелины, где будут, там, конечно, пчёлы подлепят. Это ихная работа. Где щелины подлепят, а всё остальное ерунда. Ладно, на этом буду я заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ждите продолжение. Всем удачи, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok